Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер. И прежде чем начать, давайте немного отвлечемся и поностальгируем. К сожалению, не все из вас в силу своего возраста помнят фильм 1987 года под названием «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Данная кинокартина переносила нас в США 2017 года. Дела в стране идут не лучшим образом, а главным развлечением является шоу под названием «Бегущий человек», в котором люди сражаются за свою жизнь на потеху публики. Одним из таких людей является полицейский Бен Ричардс в исполнении Шварценеггера. Главному герою предстоит пройти множество опасных испытаний, победить немало врагов и местных боссов. И если ему это удастся, его ждет свобода. Согласитесь, довольно интересная задумка, когда главный герой представляется настоящей жертвой, которая вынуждена действительно выживать и бороться за жизнь. В кинематографе существует немало подобных концепций. Например, в Японской Королевской Битве, где подростков заставляли убивать друг друга или в более современных и известных голодных играх. Только тут участники сражаются друг с другом, а не против плохих парней. Неудивительно, что такие концепции можно встретить и в играх. Например, в The Culling, которая по сути является голодными играми, но от мира игровой индустрии. А игра The Club больше приближена к концепции бегущего человека, хоть и имеет отличия. Но сегодня мы поговорим об игре Watch This. Познакомившись с этой игрой, я сначала хотел записать обычный летсплей, показать вам игру и передать свои ощущения. И хорошо, что я так не сделал, потому что первые полчаса игра вызывала у меня исключительно положительные эмоции. И если бы это был летсплей, то я бы не задумываясь нахвалил ее, сказал бы, что в ней все идеально, круто, порекомендовал бы ее и по сути совершил бы этим ошибку. Зато сейчас, когда в игру я изрядно поиграл и все первостепенные эмоции и впечатления поугасли, с холодной головой можно приступать к обзору. Сюжет в игре довольно прост. Вы являетесь участником смертельного телешоу, суть которого проста – выбраться из-за лабиринта, наполненного ловушками и монстрами, от которых нужно спасаться бегством. При этом некоторые из частей лабиринта будут закрыты, и чтобы пройти дальше, нужно либо найти ключ или код от замка, или же искать обходной путь. Также во время блужданий можно найти и различные предметы, которые в дальнейшем могут пригодиться. Ну, например, гамбургеры, которыми можно отвлекать монстров. Это, в принципе, и есть основной косяк геймплея. Передвигайтесь по лабиринту и не нарывайтесь на неприятности. И чтобы мне было проще рассказывать про игру, а вам удобнее слушать, давайте я разделю свое повествование на выделение плюсов и минусов игры. С вашего позволения начнем с положительных сторон. В качестве первого плюса хочется выставить сюжет. Я знаю, что он очень, очень, очень простой и примитивный, да и по сути фигурирует только в начале игры. И как-то относить его к положительным сторонам игры довольно странно. Но, ребят, поймите меня, за все время, пока я делаю ролики, я перевидал немало говноигр, где игрок тупо убегает от монстров. Без сюжета, без мотивации, без причины. Поэтому для игры, где игрок также бегает от монстров, но при этом есть какой-то сюжет, да еще и начальная точка А и конечная точка Б, это реально плюс. Второй плюс — это атмосфера. Но поймите правильно, атмосфера не в плане того, что вы действительно ощущаете себя участником смертельного шоу и что вам надо выживать под объективом телекамер. Нет, с этим ощущением тут беда. Под атмосферу я подразумеваю действительно неплохо созданный антураж лабиринта, в котором действительно страшно находиться. Благодаря освещению есть темные участки, в которых может таиться опасность в виде шипов или монстров. Поэтому нужно проявлять внимательность. Ходить по коридорам действительно опасно, да и во время побега от очередной твари действительно получаешь неплохую порцию адреналина. Поэтому, хоть и у разработчиков не получилось создать хорошую атмосферу телешоу, у них получилось создать добротную локацию, в которой здорово выживать. А чтобы выживать было интереснее, есть бонусы. В игре их немалое количество, однако за один заход в лабиринт игрок рандомным образом выбирает себя только два. Какие достанутся бонусы, заранее узнать нельзя. Можно лишь надеяться, что выпадут действительно полезные типы временных стен, чтобы стопорить монстров или усиленного прыжка. Однако могут попасться бонусы с отрицательным эффектом. Вот тогда проходить лабиринт будет сложнее. Следующий не столько плюс, сколько забавный прикол. Это семья. По сути, она внесена в игру чисто для комичности. И, кстати, о комичности я скажу позже. В начале игры нам показывают фото нашей семьи, которая, собственно, избагрила нас на эту телепередачу. На фото мы можем увидеть отца, мать, жену и сына. Существует несколько вариантов изображения каждого из членов семьи. Поэтому каждый раз при новом заходе семья заново генерируется рандомным образом. И это действительно улыбает, так как, глядя на некоторые семьи, даже представить не можешь, как эти персонажи могли ужиться вместе. А иногда думаешь, что с такой семьей герой бы и сам добровольно пошел на это шоу. Вот мы и добрались с вами до отрицательных сторон игры. И первый минус – это элементы комичности в игре. С точки зрения геймплея игра является хоррором, но при этом разработчики подают все происходящее в игре с комедийной точки зрения, постоянно пытаясь насмешить игрока или, как минимум, вызвать улыбку. Поэтому регулярно во время игры возникает вопрос – а, собственно, чего хотят от меня разработчики? Чтобы я в страхе бродил по лабиринту с целью выбраться, или же не воспринимал происходящее вокруг всерьез, играя на расслабоне и смеясь над шутейками? И да, семья, которую я отнес к плюсам, также является комедийным элементом. Но он хотя бы не раздражает, и при желании на ее фото можно посмотреть лишь пару секунд в начале захода и дальше погрузиться в хоррор. Зато вот что раздражает – это голос ведущего, которого мы будем слышать каждые 2-3 минуты. Ты умер! Невероятно зрелищно! Твоя самер точно войдет в список лучших в этом месяце! Судя по акценту, человек, озвучивающий его, то ли хотел изобразить кавказца, то ли грузина, то ли у него просто был месячный запор и он тужился изо всех сил. Я понимаю, что разработчики надеялись развлекать игрока голосом ведущего, но это не работает, а только портит атмосферу от игры. Да и согласитесь, если бы я на протяжении всего ролика разговаривал бы с таким вот акцентом и голосом, слевно ясный инопланетян из звездных войн, вас бы это начало раздражать. А теперь представьте, что вы слышите этот голос регулярно на протяжении всего времени, пока играете в хоррор. Но давайте про другой элемент комичности. По лабиринту разбросаны значки с долларами, собирая которые игрок пополняет свой баланс. На эти деньги мы можем покупать нашей семье подарки, тем самым ублажая наших родственников. Это якобы должно расположить их к нашей персоне и они не будут к нам так суровы. Но это же бред. Почему бы не сделать так, что нашему герою было бы необходимо собирать деньги, чтобы выкупить своих членов семьи и спасти им жизнь. И при этом, если бы в итоге собранных денег не хватало, нужно было бы делать выбор, кого спасти, а остальные погибали. Это отлично бы вписалось в атмосферу игры. А про твулху и прочих сюжетных глупостях я и упоминать не хочу. Зачем было добавлять комедийные элементы, если они не веселят, а только раздражают, мне непонятно. Да и с хоррор, составляющей игры, они уживаются не особо. Следующий минус – это наличие лишь одной локации. Как я уже говорил ранее, лабиринт проработан хорошо, но он один. Правда, разработчики немного схитрили и поместили несколько точек респауна, поэтому в первые разы игры, когда вы будете начинать из разных мест, можете не догадаться об этом. Но уже совсем скоро до вас дойдет, что вы снова и снова появляетесь на одной и той же карте, с одним и тем же расположением предметов и монстров. Единственный предмет, который перемещается по карте – это маркер с шифром от кодового замка двери. Остальные же предметы и ключи я всегда находил на одних и тех же местах. Поэтому уже совсем скоро игра начинает казаться однообразной. И даже выпадение различных бонусов не спасает дело. Очень быстро вы запомните расположение монстров и предметов, и как до них дойти с определенных точек респауна. И играть, соответственно, станет скучно. В принципе, это все основные минусы, которые можно выделить. Теперь пришло время подвести итог. Хорошая ли эта игра? Ну, пожалуй, нет. Это скорее хорошее развлечение, за которым вы можете провести час-полтора. Знаете, это как квесты в реальной жизни, которые стали сейчас так популярны. Ну, когда вас где-то запирают, и вам нужно выбраться, решая загадки. Да, в первый раз это интересно. Но вы же не будете ходить на один и тот же квест, например, в пятый раз, в десятый раз. К сожалению, разработчики игры не смогли сделать так, чтобы в Watch This было интересно играть не только в начале, а спустя 3, 5, 7 часов, проведенных за этой игрой. Поэтому стоит ли играть в нее, решайте сами. Вас стопроцентно ждет полчаса интересного геймплея, а за дальнейшее я ручаться не могу. Поэтому на этом все, с вами был Лестер, подписывайтесь на канал IGM, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!